Круглый стол сегодня будет посвящен экспертизе по защите от внутренних угроз, как и кого учить. Ну так написано. Мы попытаемся придерживаться того сценария, который есть, но я думаю, что сегодня будет много интересных моментов. И для начала я хочу представить вам своих коллег, которые будут принимать участие со мной в этом круглом столе. И вот со мной этот круглый стол будет вести, на мой взгляд, легенда в области информационной безопасности Василия Андреевича Кулески. Прошу приветствовать. Меня, если кто не знает, зовут Беляский Александр, я коммерческий директор компании Zikurion. И вот теперь я хочу представить моих коллег, которые будут принимать участие в круглом столе. Это Алена Ляпина, HR-директор компании Zikurion. Сначала девочек, да, это Оксан Ткачева, HR-директор Ангарай-Секьюрити. Это Анастасия Глушкова, очень сложная должность, да, но национальный киберполигон Solar. Я даже выговорить не могу, она это возглавляет. Вот. Это Андрей Степаненко, руководитель учебного центра информозащиты. И Юрий Малинин. Академия информационных систем. У нас времени достаточно много, и поэтому я думаю, что все успеют высказаться. Но начнем мы с того злободневного вопроса, который, в общем, интересует сейчас огромное количество вендоров, не только по DLP, но и в принципе, да, вот что же, как же произошла ситуация после определенных событий, и действительно ли есть вот этот вот жутчайший отток, что произошло на крыле тех санкций, которые возникли сейчас вокруг Российской Федерации, что произошло с оттоком программистов, про которые все говорят, и как это, в общем, повлияло на ситуацию. Я передаю слово сейчас Алене Ляпиной, да, которая, наверное, немножко задаст тон нашей сегодняшней беседе. Ну, а потом мы перейдем к Оксане Ткачеву и уже поспорим в отношении того, как и кого мы учим, да, и чему. Тут Василий Андреевич подключится, и я думаю, драка сегодня обеспечена. Алена. Всем добрый день. Саша, спасибо. Я здесь по поводу оттока людей с нашего IT-рынка могу поделиться впечатлениями нашими, да, все-таки как представители вендора мы нанимаем программистов, мы нанимаем безопасников с точки зрения тех людей, которые внедряют эти системы, с точки зрения людей, которые работают у нас с пресейлами, да, и так далее и тому подобное. И сейчас, конечно, как-то однозначно комментировать ситуацию очень сложно. Почему? Потому что мы сейчас находимся на пике той самой турбулентности, в которой мы еще не совсем поняли, куда течение нас принесло. Но какие-то определенные веяния, да, мы уже можем замечать. Все-таки прошло уже два с половиной месяца, и более-менее тренды уже уловимы. В первую очередь хотелось бы отметить, что какой-то суперглобальной, трагичной утечки айтишных кадров, да, о которой нас пугают там либеральные СМИ и разные другие источники, ее ощутимо повсеместно и вот так драматично не происходит. А как же модное слово «релокация»-то? Релокация, она, конечно, имеется, да, и, конечно, было достаточно большое количество компаний, которые ушли из России, релокировали там практически целиком свои офисы и так далее и тому подобное. Но основной тренд говорит нам о том, что много достаточно ребят действительно уехало. Много вот в числовом формате, да, по разным оценкам, там порядка 50-70 тысяч ребят действительно там за эти полтора-два месяца вот основного течения действительно покидали страну. Но половина из них продолжает работать на российские компании. То есть это те же ребята, которые сидели в условном Екатеринбурге и работали там в московских компаниях удаленно, теперь точно так же удаленно, сидят только из Еревана и продолжают работать на российские компании. Не все, но по разным оценкам примерно половина или чуть больше половины. То есть если мы говорим, что эти оценки 50-70 тысяч плюс-минус верны, то это примерно 0,03% всех айтишных специалистов. То есть их где-то там 1,7 миллиона. Ну, в общем-то, жизнь не разделилась на до и после. Потому что, ну, что такое чуть меньше одного процента, да? Там, конечно, нужно разбираться, кто конкретно уехал, кто чего куда. И об этом мы, наверное, чуть позже поговорим. Но вот такой момент мы действительно заметили. Это первое. Второе – это то, что сейчас произошло для нас ряд благоприятных достаточно событий с точки зрения найма. Это ушло большое количество компаний зарубежных, например, которые попытались релацировать весь офис. Ну, что такое релацировать весь офис? Да, у людей дети, пожилые родители, недвижимость. Ну, то есть невозможно взять и даже семьями суперусловия и перевести весь офис. Да, то есть какие-то ребята оказались на рынке. Какие-то ребята оказались на рынке в связи с тем, что какая-то активность, связанная с инвестиционными проектами, стартапами, тоже прикрылась. И, соответственно, мы здесь, в частности, да, компании по информационной безопасности, в общем-то, оказались немножко с той стороны баррикад, где нам ветер-то дует, попутный. Понятно, что эта ситуация вряд ли продлится долго. Ну, тут, как говорится, успевайте успевать. Да, и в этом плане мне как раз хотелось бы перекинуть вопрос чуть-чуть Оксане. Вот меры государственной поддержки, которые сейчас возникли. Ну, вот Оксана, что греха таить, могла бы некоторое время назад представлять бы HR-подразделение известного вендора, который здесь присутствует. Это DLP-вендор. Сейчас Оксана возглавляет HR-службу интегратора. Как у вас, что произошло после начала специальной операции? Есть ли серьезный отток? Вот немножко об этом хотелось бы поговорить тоже. Оттока нет, и мы не ожидали отток, потому что есть объективные стоперы. Это не только семьи, это еще вход, да, то есть тебя должны захотеть. Одно дело, когда ты приезжаешь туда, куда тебя позвали, а другое дело, когда ты бежишь в истерии. То есть у нас, если в эту истерию уезжали, там буквально точечно несколько человек, которые вернулись. Они поняли, что там тоже не сахар, и надо еще где-то искать работу. А с учетом отсутствия возможности оплаты зарплаты за границей, то есть ты даже если будешь работать на российскую компанию, то получать эти деньги не сможешь элементарно. И мы понимаем, что у нас есть такие барьеры для оттока большого программистов, и вообще не только программистов, а любых IT-специалистов. Первое – это необходимость найти работу. Второе – это получить рабочую визу. А третье – язык. Вот как бы не хотелось бы это печально, да, об этом говорить, но процентов 20 только владеют такого уровня языком, чтобы работать за границей. И получить хорошие там места, да? Да. Чтобы получить рабочие места за границей, ты должен сдать экзамен на подтверждение языка. После чего ты получаешь визу, понимаете? То есть а дальше получился цикл. И поэтому я адекватно оценивала эту всю ситуацию, понимала, что оттока не будет. И все это на уровне пока истерии. Ну потому что, понятно, мозг заблокирован, все бегают, да, и пока мозг не был разблокирован, да, когда уже не начали, то есть если мы знаем, да, верхняя кора мозга отвечает за эмоции, а внутренняя – она за разум. Как только все понимают… Разлегчение не произошло, да? Да, то есть фактически люди отошли, они смотрят, ага, все, ничего не происходит, да, все нормально, жизнь продолжается, и все поуспокоились. Конечно, есть те, у кого пограничная психика, и здесь уже просто помогают психологи, с которыми работает, наверное, большинство компаний сейчас. Вот так получается, что мы не очень солидарны, да, с большим количеством спикеров, которые рассказывают, что все плохо, ужасно. И если с Аленой мы, естественно, проговаривали перед круглым столом то, с чего начнем, то с Оксаной мы не договаривались, и пока у нас тут в этом плане консенсус. Сейчас вот я как раз хотел бы перейти к следующему вопросу, очень интересному, о том, что все-таки как и кого учить. И тут я эстафетную палочку передаю Василию Андреевичу. Василий Андреевич, сейчас что-нибудь добавит, естественно? Я хотел бы вот добавить к предыдущей части нашей беседы. Ну, коллеги, на самом деле, вы же понимаете, что это не первый раз история, когда айтишники бегут за границу. Да, вот я на своей памяти встречаюсь как минимум там третий или четвертый поток, да, и все мы видим, что даже те, которые уехали надолго туда, они все равно возвращаются. Мои одноклассники уехали в Австралию там в середине 80-х, они вернулись в начале 90-х и продолжают жить здесь. Да, те, кто там пытались закрепиться, они возвращаются сейчас. И это не только вот события 24 февраля, это вообще сама логика жизни там и здесь, это очень разные. И если кто уехал туда, ну, уехал. Да, те, кто там сейчас сорвался, ну, я бы по большому счету сказал, и слава богу. Да, вот по большому счету я сказал, ребята, вот безопасность – это вообще очень чувствительная тема для страны. Да, информационная безопасность – это вот самая святая святых вот всей безопасности. Если мы говорим о том, что люди неустойчивые уезжают по причинам явно неэкономическим, ну, значит, туда им и дорога. Василий Андреевич, ну, про то, кто мы поговорили, а теперь давайте поговорим про то, кого мы здесь учим и в каком количестве. Достаточно ли у нас вообще IT-специалистов? Каков их уровень базового образования? Почему специализированное образование, скажем так, чем оно отличается от базового? Вот коллегам сейчас из обучающих центров перебросим этот вопрос. Андрей Степаненко. Мы учим только безопасников, поэтому я могу говорить за безопасников, про которых говорят, что их там катастрофически не хватает. Там вот у каждого в руках у вас смартфон, как бы с доступом в интернет. Зайдите на сайт HeadCounter, посмотрите, сколько там вакансий по ИБ. И сколько резюме по ИБ. Как вы думаете, сколько резюме по ИБ? Специалист по информационной безопасности. Какое количество резюме вывешено сейчас на сайте HeadHunter? Без галочки и пометки, что это активный резюме. Для справной точки вакансий примерно 2500 на всю Россию на данный момент. Кто выскажет, какое предложение? Сколько, зная, что специалистов не хватает, висит резюме на HeadHunter? Правда, не все они отмечены как активные, Андрей. Есть такая. 600? Так, кто больше, как на аукционе? Кто еще больше? Ну, то есть это пока мало, ребят. Ну, здесь, наверное, надо понимать еще тот момент, да, что информационная безопасность, она набирается через HeadHunter, но значительно меньше, чем по другим каналам. Нет, Василий Андреевич, я соглашусь, что далеко не каждая компания размещает там свою вакансию, но резюме там выкладывает очень большое количество людей. Андреевич назвал такую цифру, которой я вряд ли поверил, но зашел и проверил, и оказалось в полтора раза больше. 158 тысяч. Просто о чем это говорит? Что сейчас, может быть, работодатели считают, что специалистов не хватает, но специалисты, которые, возможно, работают у этих работодателей, активно ищут более высокооплачиваемую работу. То есть у нас катастрофически не хватает высококвалифицированных, низкооплачиваемых работников. Потому что кадровики, как правило, ищут первое, высокая квалификация, второе, готовность работать за тот соцпакет, который есть в компании. И вот этот разрыв, он сейчас колоссальный. То есть то, что хотят получать люди, и то, что готовы им платить компании, расходятся в разы. А уже вторая сессия поднимает зарплаты безопасников. Знаете, я бы, может быть, еще немножко по-другому вопрос заострил. Смотрите, я регулярно занимаюсь тем, что ищу сотрудников себе. Ну вот такая моя работа. Я могу сказать, что у меня в среднем на каждую должность, которую я выставляю на продажу, у меня 20-25 кандидатов. Я собеседую до тех пор, пока не найду то, что мне надо. И вот в этом вопрос зарплаты не самый главный. Самая главная проблема в том, что те люди, которые ищут работу, они думают, что если они умели поставить антивирус, это они уже специалисты. И они просят 150 сразу. А если его просишь что-то реальное сделать, и вообще какой у тебя профессиональный опыт, выясняется, что совершенно не соответствует резюме. Поэтому вот эти цифры, которые выкатывают на HeadHunter, или на каких-то других, на Джопру, или еще на каких-то, надо делить, я не знаю, на тысячу, и мы поймем реальное предложение специалистов. Потому что, когда я набираю специалистов, я понимаю, что я много не прошу. Я там прошу, ребята, чтобы вы просто понимали ту предметную область, которой вы собираетесь заниматься. И оказывается, что вот у меня, вот эта оценка, которая у меня происходит, примерно 1 к 25. Василий Андреевич, это еще мы при этом разговариваем о том, что говорим про обучение в области информационной безопасности в целом. А со внутренними угрозами это вообще беда. Кто им учится-то? Вот сейчас Юрий Витальевич передам Алаверды. Он немножко расскажет. Спасибо. Первая ремарка к словам Андрея о том, что действительно большой поток резюме. Но опять же нужно смотреть. Вот Василий Андреевич говорит о том, кто ему нужен. Нужен, допустим, один уровень специалистов. Если разделить весь этот поток, мы можем, возможно, даже обнаружим, что, может быть, большая часть из них джуниора, которые вот только где-то на старте закончили онлайн-курс и уже себя позиционируют как? Что я уже специалист. Может быть, и такие. Мы же в этом разрезе не рассматривали. И поэтому вопрос здесь, ну, первых ранжирований. Очень много, ну, простите за выражение такое, что те, кто могут сказать и заявить о том, что я специалист по информационной безопасности, среди такого потока много мусора. То есть те, которые отсеивают, как раз, уважаемые специалисты по отбору кадров. И здесь нужно вот с этой массой тоже работать. То есть она хорошо, что они заявляют об этом. С ними нужно продолжать работать. Уводить их на уровне middle. И уже там выше, через года, там уже к руководителям, возможно, кто-то вырастет. А вот к первому вопросу, который был, про отток специалистов тоже, если позволите, вот чуть-чуть вернусь. У нас времени достаточно. Давайте у нас мы затронем все. Пример такой, что мы с Андреем в области дополнительного профессионального образования уже специалистов. Те, кто уже какой-то путь идет, прошел и к чему-то движется. Мы обратили внимание, то есть в ковидный период была интересная тенденция, она такая своеобразная была. То есть все ринулись в онлайн, как бы свободное время появляется, и забивать вот это пространство, свое пространство тем, чтобы получать какие-то знания, даже не навыки, а знания. Другой момент, что когда наступил у нас февраль, и после февраля ко мне приходит несколько запросов, но бывает так, что мы многих руководителей служб безопасности известных компаний и неизвестных компаний знаем лично, лично общаемся, и пришло несколько запросов по сдаче экзаменов по ЦИСМ. То есть у нас раз в четыре месяца набирается, набиралась раз в полгода, набиралась группа, подготовили к сдаче экзаменов. Понятно, где, скажем так, это все через систему онлайн, с личным присутствием, но спад произошел, в ковид уже никто не спрашивал, курсы не набирались. Здесь в раз несколько запросов. Я задаю вопрос, готовитесь на рейс, то есть дальше. Говорит, ну вернусь, жизнь такая. То есть вот здесь сразу идет фильтрация на тех, кто, если хочет уехать, пожалуйста, вы свой профессиональный карьерный путь видите там где-то, ну значит, ну понятно, что укажет своей жизнью, выбирает дорогу туда. Я говорю, ну мы сейчас уже не принимаем эти экзамены, не помогаем даже к подготовке. Говорит, а куда? Я говорю, в Казахстан. То есть там есть партнеры, которые сами занимаются, ну вот, вот такая ремарочка есть. То есть спрос разный сразу, так разница, и такая как фильтр. То же самое, как было, когда в 2014 году мы говорим, мы проводим конференцию в Крыму. Говорят, а что не в Сочи? В Крыму. Это была как лакомусная бумажка, что, ну по информационной безопасности в Крыму. И сразу лакомусная бумажка появились люди, которые отговаривали ехать в Крым, потому что там, да, кто-то друг друга. И мы такие коллеги, ну вот оно и проявляется. Теперь по в части спроса на обучение, да, сейчас? Ну вопрос. Спрос на обучение по ДЛП. Мы вот с Андреем какое-то время назад дискутируем и выяснилось, что он говорит, да у вас ДЛП, никто не учится, никому не надо. У нас с Андреем здесь... Я говорю, а чему учатся? Он говорит, ну как, контуру, VPN, межсетевые экраны. Я говорю, ну а давайте возьмем там емкость рынка межсетевых экранов, там 20-25, но 30 миллионов. У нас емкость 5. А учатся в разы, в порядке меньше. Почему? То есть мы так плохо эксплуатируем ДЛП-системы? Непонятно вообще? Давайте поговорим в эту сторону. Ответов несколько. Здесь с Андреем мы как два, наверное, главных учебных центра в области информационной безопасности, бескромность, так скажу, покрыть весь пирог, наверное, так оно и есть. Я вас в центре посадил. Спасибо. Да. Что интересно, такой парадокс по ДЛП-тема взлетала, если вы помните, лет, ну, наверное, 10 назад, она достаточно активно взлетала. Потом происходит по жизненному циклу некоторый спад. Сейчас снова возобновление такого интереса и спроса. И мы сами лично с этим столкнулись, даже на своей организации. О чем потом расскажу. И спрос на ДЛП, курсы по вашей компании, курсы по другим направлениям, то есть по другим вендорам мы подготовили, а спроса нет. Но здесь два варианта, то есть развитие. То есть одно дело, если рынок уже готов и система установлена, происходит где-то обновление, внедрение новых и возникает спрос, то мы идем за вендорами, мы идем за разработчиками. И когда нам задают вопрос, давайте авторизуйтесь, вы будете обучать. Мы один из первых вопросов начинаем задавать экономические вопросы. То есть уровень, объем, динамика роста, продаж, потому что идем вслед за вами. Да? В связке даже, в связке. И здесь получается так, что мы-то готовы, но были, скажем так, те же авторизации, когда вендор говорит, слушайте, знаете, все классно, вы авторизованы, здорово, но мы сейчас пока справляемся своими силами. У нас блок инженеров, который выезжает к заказчику и проводит самообучение. То есть это один момент. Но это до определенного периода. И вот когда спрос будет расти, и вчера звонок одного из затечных разработчиков, владельца, разработки, говорит, слушай, не успеваю, семь запросов в день. Семь запросов. Мои инженеры уже не успевают. То есть мне нужно, чтобы вы начали обучение, даю эксклюзив, обучайте. Так вот, ровно к такой ситуации пока не подойдем, когда вы не будете своими силами справляться или поймете, что это для вас не профильное мероприятие, что нужно использовать учебные центры, то есть те, кто в рынке. До этого момента спроса не будет. Очень хочется послушать мнение Оксаны, которая в свое время делала свой внутренний обучающий центр в том вендоре, в котором работала до этого. И потом перекинем к Анастасии. Она так соглашательно кивала головой на слова Юрия Витальевича. Обязательно послушаем. Мы действительно упирались… Слышно, да? Все нормально? Работает? Мы действительно упирались в ту самую модель, когда слишком много инженеров, инженеры тратят время, партнеры не справляются, и компания приняла решение делать свой центр учебный и самим обучать. И это было связано с тем, что продукт достаточно сложный в установке, технологически сложный, и от релиза к релизу были очень большие изменения, да, то есть там, вплоть до того, что был аналоговый, например, интерфейс, веб-интерфейс, да, то есть, и необходимо был доступ при разработке курсов в постоянный доступ к разработчикам. И в связи с этим было принято решение, что мы делаем свой курс, развиваем свой учебный центр и сами обучаем, для того, чтобы быть уверенным, что у наших партнеров инженеры настолько же сильные, насколько сильны в самом вендоре. Не запугаем сейчас народ, что сложные системы опять этот разговор начинают. Я же не называю вендора, но не все продукты, да, то есть легко устанавливаемые, да, то есть мы это понимаем, что чем более продукт, заточенный интерфейс, наверное, он требует более сложной установки, да, то есть там… Проектного решения. Да. Анастасия, к вам переходим. Очень интересно послушать, как у вас, какой у вас опыт в этом направлении. Да, смотрите, коллеги, мы сейчас очень плотно занимаемся как раз треком образования и обучения, который там состоит очень остро. Что мы здесь там от себя видим? Если говорить там о тотальном каком-то дефиците кадров, наверное, надо начать с того, что кого обучает наши вузы, да, когда… Да, 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 это мы сейчас к драке перейдем. Да, собственно, у всех, и сами вузы это прекрасно понимают, что программы обучения, они устаревшие. Только там выходят дипломированные специалисты, диплом которых, ну, да, у них есть какие-то базовые технические там знания, которые им дают, но отрасль развивается ежедневно, соответственно, программы, пока они там новую методику с регуляторами обучения согласуют, это очень долго, нудно, и опять уже устарело. Собственно, это первый момент. Второй момент, наверное, с точки зрения там обучения людей их уровня квалификации, там, ну, к сожалению, там у нас в стране в принципе принята тенденция бумажка ради бумажки. Да, очень многие специалисты просто ставят себе цель получить какую-то бумажку, да, там, я специалист, условно, и вот думают, да, что они супер профи. Все дело кроется в практике, да, и вот буквально перед сессией у меня случился один из наших крупных заказчиков «Прекрасный разговор», где он сказал, что если бы я на четвертом, пятом курсе вуза не пошел бы поработать в интегратора стажером, то словно как бы я бы вообще не понимал, что здесь в отрасли происходит и как нужно работать. Собственно, поэтому там и киберполигон в том числе, мы сейчас там совестно с разными коллегами разрабатываем курсы, которые будут отрабатываться практически, да, там, на киберучениях. Мы считаем, что это очень важно, полезно, потому что это некий срез знаний сотрудников до, это срез знаний сотрудников после того, и, соответственно, для повышения внутренней компетенции сотрудников. То есть это если коротко, вот так. Анастасия, можно ли сказать то, что то, чему обучают в вузе, устаревает к моменту его завершения? Ну, смотрите, в принципе, да, например, там… Ну вот по вашему мнению. Давайте… Ну, не бойтесь сказать «да». Ну, примерно все, давайте так, да. Ну, откровенно, честно, то есть если там технические какие-то базовые вещи, то с точки зрения как работать с какими-то современными там системами, постоянно эти системы выходят различные обновления. И студенты, приходя на работу, они изучали там версию, ну, 10 версий назад, и у них, соответственно, нет там понимания, как работать с текущими версиями, потому что никто их этому не научил, и тем более очень мало лабораторной практики проходит в вузах. Василий Андреевич, устаревшему обучаете там. Как же так? Вы затронули сейчас чрезвычайно сложный вопрос, очень чувствительный для высшей школы. Я, на самом деле, на него отвечу несколькими поинтами. Первый поинт. Вы требуете от специалистов, которые приходят на работу, знаний не высшей школы, а средней технической школы, которые должны иметь какой-то практический навык. В этом отношении в информационной безопасности в информационных технологиях у нас просто ноль. То есть вот тех специалистов, которые нужны среднего звена, которые умеют эксплуатировать технику, которые знают, как надо делать, это техническая подготовка, это техникумы. Их у нас просто по этой специальности нет, и их надо просто создавать заново. Требовать от специалиста высшей школы, чтобы он пришел и сразу научился крутить гайки, я тогда в военные училища. Вот в военном училище учат именно крутить гайки, и самое главное учат, зачем это они делают. Основная задача высшей школы научить даже не что делать, а зачем. И вот здесь тоже есть большая проблема, потому что высшая школа, к сожалению, в большинстве своем не дает понимания того, а что вообще это за предметная область. Учат отдельным вещам, что такое защита от вредоносного ПО, что такое межсетевое экранирование, что такое управление сетью, в конце концов, что такое защита от утечек данных. Но никогда не учат, ну или учат недостаточно, зачем вообще все это происходит. Вот мы сейчас говорим защита от утечек, а кто-нибудь из вас сможет сказать, а что это вообще такое. Если вы сейчас попытаетесь мне сдать зачет, я уверен, что вряд ли вы это сможете сделать. Юрий Витальевич сможем сделать? Юрий Витальевич тем более не сдаст, потому что он слишком много знает, поэтому он не сдаст. Дело в том, что здесь обратная реакция начнется. Василий Андреевич будет меня просто как на экзаменах мы делаем. Гасить. Просто, да. Заваливать, заваливать. Заваливать, да. Но могу сразу сказать, что первое мое удостоверение о дополнительном образовании я получил в учебном центре информозащиты еще в 94-м году. Вот чем страшно горжусь, что это было первое. И знаете, как оно называлось? Общий курс по основным принципам защиты информации. И я считаю, что вот то, что информозащита сделала, но не без моей помощи. Могу сразу сказать, что этот курс делали, я одновременно учился и создавал этот курс. И писали мы его на пару с Лешей Лукацким. Это тоже выпускник учебного центра информозащиты. Еще это, правда, было очень давно. Но смысл в чем? Там отвечали на вопрос, зачем это нужно. Не как делать, а зачем это нужно. Вот сейчас большинство, с кем я сегодня пытался общаться, не могли ответить, а что такое вообще информационная безопасность? Потому что она сама по себе не существует. И вот этого понимания, к сожалению, нет. Если мы правильно ответим себе на вопрос, что такое для нас информационная безопасность, чего, бизнеса, технологий, я не знаю, там, производства товаров или еще чего-то, тогда мы сможем ответить на вопрос, а что мы защищаем от утечек? да, вот в чем проблема, почему нет специалистов, почему нет заявок на обучение конкретным техническим решениям? Потому что программные продукты должны быть такими, чтобы вот этих курсов просто не нужно было. Программные продукты настолько не адаптированы к конечному заказчику, что для того, чтобы оно заработало у заказчика, вот сейчас говорите, кастомизированный продукт, не должно быть. А вот и назрела драка, да. К этому очень долго не придут многие. А тогда просто не нужно этого будет, тогда они не придут. Вот смотрите, что получается. Есть дополнительное образование. Что такое дополнительное образование? Я должен получить необходимый практический навык по конкретному продукту, конкретному направлению. Если ко мне приходит грамотный специалист по внедрению, он не просто внедрит и покажет, как это делается, и поможет настроить. Но если я как специалист работаю с этим продуктом, то чему меня еще учить? Мне кажется, много вопросов, которые требуют ответа. требуют ответа. Давайте я попробую ответить. Спасибо, Василий Андреевич, за воспоминания о том курсе. До сих пор абсолютный хит у нас. Безопасность информационных технологий, БТ-01 сейчас называется. Это курс, на котором учат, начиная от вчерашних студентов и заканчивая руководителем с большим опытом в отрасли, в которой каждый находит что-то полезное. По поводу того, как учат технореи. Мы работаем с очень многими российскими вендорами и наша статистика говорит, что в среднем один из десяти заказчиков, купивший продукт, посылает своего инженера учиться этому продукту. Остальные девять получают фразу, типа, вот тебе документация в зубы, прочитал и вперед. Есть ли в применении к ДЛП провести такую некую аналогию? Нас сегодня на этом форуме собралось приблизительно пятьсот человек. Соответственно, пойдет учиться пятьдесят, смотрим на обложку нашей замечательной программы, четыре ключевых вендора на этом собрании, пятьдесят делим на четыре, получаем двенадцать с половиной землекопов, которые пойдут учиться конкретному продукту. И это еще хорошая конверсия? Да, ни одному коммерческому центру учебному двенадцать с половиной человек в год в качестве кусочка хлеба с маслом и с икрой не рассматривается вообще. Поэтому пока их не станет хотя бы пятьдесят в год по конкретному продукту, за это никто не хочет браться. Это остается головной болью вендора, который отрывает своих инженеров, которых сажает рядом с заказчиком, и они учат его настраивать свой продукт, про который маркетологи кругом кричат установка из коробки нажатием одной кнопки. Они нажали кнопку, ничего не взлетело. Юрий Витальевич, ну, расскажи историю из практики. Тема нажать кнопку и все заработало. Мы с вопросами электронной подписи года три очень плотно занимались где-то на законодательном уровне изменения 476-го, 63-й федерального закона. И эти вопросы всегда возникали. И коллеги регуляторы всегда задавали вопрос, когда вы сделаете так, простая домохозяйка могла включить и настроить, чтобы все заработало. Один из руководителей федеральной структуры просто посадил секретарь, приехали с рекламой, с установкой ключевых носителей и он говорит, а давай дойдем к секретарю и сами пока кофе попьем. И он говорит, очень долго пилю кофе, потом сказали, ну, пока не сделайте юзабильную систему, оно не будет. Но, наверное, работы будет еще долго и достаточно, потому что этот путь стать близким клиенту в один клик он очень долгий для многих, для большинства, наверное. Наверное, в общем смысле ты прав, что техника должна быть вот такая, чтобы она смотрела лицом к клиенту, причем не самому технически подготовленному. Но про продукты я скажу, что на самом деле на нашем российском рынке встречаются продукты, на мой взгляд, вот отвечающие требования нажми кнопку, оно заработает. Я просто приведу пример из своей жизни, это было примерно там, в общем, больше 15 лет назад, когда ко мне пришли, ну, не могу сказать, там, технические представители, это были просто те разработчики, которые придумали этот продукт, и сказали, хочешь? Я говорю, что это? Ну, заверни просто спампорт сюда. Мы завернули спартфон сюда, и пока ходили, курили, значит, приходим, там звенит аларм. Проверяем, что случилось. А это, оказывается, материалы заседания правления улетели на внешнепочтовый адрес. Вот, вот, система, ее поставили, вот, просто завернули на нее спампорт, да, и она сама, вот, без всяких настроек, вот, это был просто ноутбук стоял у меня на столе, и он, вот, мне через, там, мы 15-20 минут походили, покурили. Вот, я считаю, что уровень готовности систем должен примерно такой, поставили в стойку, завернули порт, и будьте счастливы. А когда мы начинаем, когда мы начинаем, что давайте вот агенты раскатаем, давайте еще на трафик анализаторы поставим, да еще все спампорты сюда завернем, а потом выясняется, что с виртуальных машин они заворачивают совершенно по-другому, вот, и там надо уже привлекать два десятка специалистов, чтобы это все вот закрутить, вот тогда начинается проблема, нужна ли мне такая система, которая, не дай бог, что-то случится, и я должен в ней сам разбираться, потому что вендор, он, конечно, придет, да, он там попытается помочь, но когда это будет касаться внутренней технологической структуры, откуда эта информация приходит, и что с ней произошло, почему она вдруг перестала работать, ну, это будет там проблема. Можно не согласиться, но обещали же так стол обсуждений, да? Да нас вообще тут халтурщиками объявили. Сейчас к этому подойдем, наверное. Василий Андреевич, где-то возможно, ну, где-то и невозможно то, что в один клик, допустим, где-то, если взять аналогию DLP-системы, антифрут-системы, если ставим антифрут-систему, вставим и уходим, то альтер будет просто там три раза в секунду срабатывать. То есть, в любом случае, элементы там, настройки уже теми админами, не уже не вендором, а адаптация самой системы к текущим условиям, она будет занимать время, здесь необходимо людей учить. еще аналогия с... А? Что? Систему. Людей научить, чтобы они уже работали с системой, с настройкой, и учить систему. Ну, наверное, корректнее будет. Аналогия с IT-системами, с настройками, но здесь во многих, если говорить про сетевое оборудование, но здесь вот навряд ли такое возможно, что пришел, поставил, кнопку нажал, все заработало. Все равно необходимы вот как раз элементы понимания, настройки, навыков и знания, как это все делается. Вот это мы обучаем. А по IT-спросу он гораздо несравнимый по обучению, чем с нашим рынком информационной безопасности. Вот, если бы это было идеально там, было бы, наверное, прекрасно, и вы бы таких проблем не было. Ну, тогда надо, наверное, все-таки еще попробуем вернуться, раз пошла такая пьянка, да, то есть по поводу нажал кнопку и все заработало. Вот как у нас, Алена, ищутся-то те люди, которые должны делать то, после чего мы нажимаем кнопку у заказчиков и все заработает. То есть какой спектр навыков разработчиков нам необходим для того, чтобы писать те системы, которые, как видят коллеги, должны работать гораздо интереснее, чем у нас вот тут все представлено. Позвольте я перед тем, как начну отвечать на этот вопрос, задам уточняющий вопрос. А нужны ли вот такие разработчики, которые доведут продукт до этого? Потому что маркетологи и продавцы начнут кричать, что пора это продавать, когда будет сырая бета. Чуть пошире взяли, да, так немножко? Я, честно говоря, хотела пошире ответить на этот вопрос и сразу чуть-чуть прокомментировать предыдущих спикеров, потому что на самом деле у нас сейчас мы очень много работаем со студентами, мы очень много берем ребят совсем-совсем с нуля и там лет через пять-шесть долгой кропотливой работы мы имеем офигенных классных инженеров и за все эти годы работы с этими ребятами не сложилось ощущение, что нам не хватает специалистов узконаправленных, выученных нажимать одну кнопку одного продукта. То есть все-таки мы ждем от вузов и центров больше ребят, которые умеют принимать решения, которые умеют строить логические структуры, схемы. То есть есть много компаний, где работают те же программисты, безопасники, выученные как раз на этот один маленький кусочек и они совершенно непригодны для любой другой работы. То есть мы сталкиваемся с тем, что нам нужно либо огромное количество времени их переучивать, либо же мы платим за лишний опыт, который нам не нужен. Либо мы сталкиваемся с ситуацией, что программист умеет вот столько, ну или любой другой специалист, нам из его навыков нужно вот столько, но все вот это мы должны оплатить. То есть это вот как раз к тому, что мы ищем высококвалифицированных бесплатных специалистов. Мы просто страдаем немножечко и иногда вслух ноем на тему того, что все вот это мы должны просто кому-то подарить. Поэтому, конечно, несмотря на то, что таких специалистов их нигде не взять и несмотря на то, что обучать и вкладывать это гораздо дороже в итоге, чем взять сразу опытного, то все равно наша задача как специалистов внести вот этот вклад в рынок и все равно продолжать этим заниматься. Слава богу, у нас у eBay рынка сейчас есть такая возможность продолжать. Соответственно, все-таки самим обучать внутри этих ребят, у которых будет тот профильный опыт, который нам будет 100% полезен за 100% их зарплаты, а не все вот это, где мы сможем взять только вот такую капельку. То есть нам заказчики там из года в год бюджеты не всегда расширяются, так как банальная инфляция на разработчиков, которая у нас присутствует. И получается так, что мы должны все больше и больше и больше оплачивать тех компетенций, которые нам не нужны. А жить-то за счет чего мы должны? И все хотят от нас кнопку. Вот дайте кнопку, Silver Bullet, и мы по ней все сделаем. Вот Анастасия очень. Саша, чуть-чуть тормозну, чуть-чуть тормозну обсуждение. Мы идем совершенно правильно, но вот не в том направлении. Попробую объяснить. Попробую объяснить. Вот смотрите, мы затронули вопрос образования. Мы затронули дополнительного образования. Но с самого начала мы смешали сразу все уровни образования, все степени образования. Давайте попробуем все-таки разделить. Я начал с того, что нам не хватает специалистов среднего технического звена. А мы начинаем говорить, что нам не хватает технических науков специалистов высшей школы. А они там и не должны быть. Мы говорим о том, что вот студенты, они вот не обладают специальными техническими знаниями. Если правильно их образовывать, несмотря на все фосы, несмотря на все новые стандарты, правильное обучение никогда не отстает. Оно всегда идет в ногу со временем, потому что, например, все мои дипломники, которые выходят на диплом, они все уже работают. Все имеют практически на каком-то направлении. Больше того, отдельные компании мне даже звонят благодаря за этих студентов. То есть я могу с гордостью сказать, что мои студенты, они отвечают в современном требовании. Не все. Мы выпускаем в среднем 40 человек на курс, и из них пятеро идут реально по специальности. И все мои. Хорошая у вас конверсия. То, что мы с Андреем обсуждали. Но они все равно уходят специалистами, которые понимают, зачем это надо. Они не всегда знают, как это сделать, что нужно делать в конкретной ситуации, но они понимают, зачем это надо сделать. Вот тогда нужно понимать, что если у них не будет вообще никакого опыта практического, покрутить гайки и что сделать, тогда их нужно обучать. Если у них есть какой-то практический опыт и понимание того, зачем они это все делают, то это те специалисты, которые потом ставят руководителями. Но понятно, что руководителями никогда не становятся за один год. Вспомните, офицер, закончивший военное училище, командует только взводом. Для того, чтобы командовать рота, ему как минимум нужен какой-то не менее трех лет. А уж для того, чтобы перейти в роту или батальон, это отдельный период жизни. А батальон отдельный, так ему еще надо академию закончить. Анастасия, согласна? Смотрите, коллеги, наверное, здесь так. Хочу рассказать про кейсы, которые сейчас активно мы с разными партнерами обсуждаем на рынке, в том числе заказчики. Так или иначе, все крупные компании, зрелые заказчики приходят к тому, что обучать людей под себя нужно самостоятельно. Здесь с Аленой полностью согласна. Кстати, по поводу тезиса, что учить человека самому, чем брать готового с рынка, мы по нашим расчетам учить самому дешевле, чем брать готового с рынка. С точки зрения расчета в каком-то периоде времени. И здесь как раз согласно с предыдущими пикерами, надо понимать, кого и зачем мы учим. И здесь надо ориентироваться на обучение людей с точки зрения, опять же, соглашусь с тезисом, чтобы они умели мыслить. То есть не просто исполнители задачи процессинговые, которые выполняют задачи, а люди, которые умеют ориентироваться в той или иной ситуации, потому что это часто необходимо. И, собственно, все это невозможно без практики. Поэтому здесь мы там тоже активно поддерживаем и преследуем историю того, что даже при обучении любого уровня сотрудников под любые задачи необходимо как можно больше практики для того, чтобы сотрудник получил необходимые навыки для той или иной компании. Поэтому здесь мы движемся в этом направлении. И второй тезис, который я хотела рассказать, по поводу вендорских обучений в том числе. опять же там зрелые заказчики зрелого уровня, которые там могут открыто смотреть в глаза своим каким-то кадровым в том числе проблемам, обучая сотрудников различным вендорским курсам или просто курсам по информационной безопасности, сейчас там приходят к тому, что им не просто бумажки нужно получить, то есть им нужно понимать, что люди действительно обучены, люди действительно прокачены, они понимают, чему они научились. И здесь опять же заворачивается это все на практическую отработку. Здесь мы считаем, что вот практика на одном из недавних форумов прозвучал тезис, что вообще может быть не надо высшее образование получать сотрудниками информационной безопасности. Нет, конечно надо, но нужно как можно больше практических отработок, навыков под конкретных отраслей, где они будут в дальнейшем работать. Александр, можно я в зал вопрос? Просто смотрю, сейчас кто-то прибавляется, кто-то приходит, кто-то уходит, чтобы более целевым образом вести дискуссию, коллеги, а кто из вас является работодателем в зале, в своей организации? То есть те, кто ищут себе так, вот есть руки, а кто в другой стороне именно те люди, кто строит карьеру свою, или там сотрудники, те самые специалисты или руководители. вот, да, а есть еще, лес рук, а есть еще, ну уже больше, а есть еще те, я вижу, знакомые лица, кто обучает информационной безопасности. Так, да, еще один человек не признался, тебя в зале, еще признался, да, да, так вот, вот наша целевая аудитория, то есть с кем мы обсуждаем, общаемся, и может быть, ближе уже, мы можем образить сейчас космос, то есть мы гуманитарная такая секция, попробовать приблизиться к земле, веди нас. Ну тут очень интересно, еще хочется услышать по поводу того, как это делается у интеграторов, потому что с точки зрения вендора тут все понятно, с точки зрения учебного центра понятно, с точки зрения того, кто учит, понятно, а большая нагрузка лежит на интеграторах при внедрении. У них-то как с этим дела обстоятся? На самом деле мы тоже приходим к тому, что молодые кадры это наше все, по нескольким причинам. Первое, они уже, они привыкли учиться, потому что, особенно те, которые либо на последних курсах, либо только что закончили, они не отторгают обучение, и они привыкли это делать быстро, впитывать очень много информации. Второе, они умеют уже доводить до конца, почему за то, чтобы действительно это были выпускники вузов, то есть они умеют доводить дело до конца, и это касается и дипломных, и курсовых, и так далее. Да, мы признаем, что очень много прикладных навыков у них отсутствует, но наша задача их обучить. И действительно, и в прошлом опыте, в вендорском, и в интеграторском, мы понимаем, что это и дешевле в итоге, и благодатнее почва. И в этом, естественно, мы идем дальше, то есть что-то даем, какие-то навыки мы в качестве базовых знаний, в качестве лабораторных каких-либо, но и доучиваем, естественно, с нашими партнерами в учебных центрах. И с учетом того, насколько загружены наши партнеры, у них все хорошо с направлением к ним на обучение, потому что попасть в группу бывает крайне сложно. Да, прокомментируйте, Андрей Карас улыбается. Очень интересно. Что вы можете ответить на то, что киберполигон и ангара учатся. Я бы маленькую ложку дегтя в эту радужную картину добавил бы вместо комментариев. Потому что, безусловно, взять новичка и доучить его на самом деле действительно дешевле, чем взять готового специалиста. Потому что там, если ориентироваться на тот же хедхантер, там, условно говоря, средний по его заявлениям специалист хочет 150. Компания, допустим, имеет бюджетную ставку там 75. Чтобы довести новичка до нужного компании уровня, нужно там 350-400 тысяч. То есть, меньше, чем за полгода, как бы, новичок на меньшей зарплате отобьет те деньги, которые пришлось бы платить опытному специалисту. Но тут возникает как бы вот такая дилемма, что этот новичок, съев вот эти там 400 тысяч денег компании, становится опытным специалистом и зарплата в 75 его перестает устраивать. И здесь возникает очень-очень непростой вопрос, а сколько человек будет жить в компании? Оксана? Да. Оксана и Анастасия, они, мне кажется, придерживаются категорически другой точки зрения. А я так и не понял, что означает вот этот вот забавный термин дополнительное образование. Дополнительное. Дополнительное к тому, что человек готовый специалист. Дополнительные сейчас девушки выскажутся, и мы тогда... Коллеги, вы знаете, мы живем в совершенно потрясающее время. Время стоит в том, что мы не изучаем информационную безопасность. Отнюдь вот то, о чем вы будете говорить, дополнительное образование, это не изучение информационной безопасности, это ее построение. Мы ее строим. И отсюда сразу возникает тезис. Понимаете, мы строим каждый раз все больше и больше, сложнее и нужнее. Поэтому дополнительное образование, это как раз тот этап, когда мы обучаем тому, что мы построили заново, построили что-то того, чего раньше не было. И поэтому вот такое дополнительное образование, оно становится абсолютно необходимым. Ну, самый простой пример. Я Сашу знаю уже очень много. Тот продукт, который был тогда, когда мы с ним познакомились, и тот продукт, который сейчас, это не просто две большие разницы. Это разные планеты. Если бы мне сказали, что нужно обучаться Зикариону тогда, я бы сказал, зачем? Но сейчас я понимаю, что без какого-то дополнительного, хотя бы элементарного погружения в эту тематику, я уже не смогу поддерживать или руководить своими специалистами. То есть такое дополнительное образование, оно возникает по необходимости, потому что мы строим эту безопасность сейчас сами. Вот мы с вами сейчас и с вами сейчас, мы ее строим сегодня, мы пишем сами эту историю, мы ее не изучаем. И поэтому нам это образование нужно обязательно. Ну, то есть это непрерывный процесс, да, Ксан? Абсолютно непрерывный процесс. Абсолютно. Причем, что вот здесь две части будет у меня ответа. Первое, это касательно готовых специалистов. Их нет. Если профессия достаточно молодая, относительно других, да, там, профессий, и уже известно, что процентов 10 только остаются в профессии, остальные расредотачиваются в совершенно другие рынки. И давайте представим, сколько сейчас медлов. Их очень мало, и каждый их хочет. Да, то есть и на всех не достанутся. Естественно, все понимают, что медлы нужны, на них строится очень многое, да, то есть так же, как и сеньоры. Но их не настолько рынок насыщен, как бы хотелось. И поэтому единственный вариант это идти к истокам, к наставничеству, обучать, да, то есть готовить своих медлов. Но как долго они будут закрепляться? Действительно, чем моложе специалист, тем им больше нужны динамики изменений, скорость изменений, то есть скорость изменений зарплаты, да, скорость изменений каких-либо мотивационных, стимуляционных там принципов их работы, и скорость изменений их должности, то есть если он был стажер, младший и так далее, да, то есть там, и мы понимаем уже изначально, каждый работодатель должен понимать, что если бывший стажер работал у нас два года, это хорошо, потому что он захочет посмотреть мир, он захочет посмотреть других работодателей, но за два года, поверьте, он отработает свое, он даст… А можно такой вопрос? Вот если применительно прямо к Ангаре, какой процент в Ангаре составляют взрослые в недрах этой компании сотрудники? Просто очень интересно, то есть есть люди, которые туда пришли более или менее стерильными и остались там на многие годы, и какой их процент? Это очень интересный вопрос, который для Ангаре она как лакмусовая бумажка в этом плане, потому что компания достаточно молодая, и начиналась она практически с одного-двух людей. Как этот путь прошел, тем более, что большая часть его пути была на ваших глазах, насколько я понимаю, очень интересно, что при той динамике, которую мы обсуждаем, есть компания, которая сколько лет Ангаре? Семь. Семь, да. Вот за семь лет компания прошла от одного-двух сотрудников к большему количеству, сейчас Оксана тоже расскажет, и мне просто интересно, сколько людей туда пришло и осталось на долгие годы, и на сколько. Это очень интересная статистика. На самом деле сейчас 15% это костяк, который рос, именно рос в Ангаре, и который работает больше шести лет. Мы говорим, что семь это собственники в любом случае, и это неплохой на самом деле процент для компании, но зрелость, вы понимаете, компания тоже становится более зрелой со временем, и вот сейчас пришла зрелость к стажерам, и мы делаем акцент на стажерах, буквально 3 июня запускаем очередную стажировку для студентов, и мы рассчитываем, что процент людей, которые вырастут в Ангаре, он увеличится, мы делаем на это ставку, для нас 15% это мало. Потому что, знаете, я считаю, что каждый в отрасли должен говорить о том, если не мы, то кто. из такой исторической справки и к будущему взглянуть, а что в будущем будет? Из истории, 25 лет мы обучаем информационной безопасности, как было? А было, что внедряли у заказчика, был запрос на обучение, мы были при интеграторах и обучали. Никто больше не занимался образованием, ну, кроме нашей высшей школы, регуляторов. Далее, лет 10 назад тенденция стала возникать у передовых компаний в области ЭБЭ, их несколько, которые было, которые начали задумываться над тем, что пора уходить в ВУЗы. Даже лет 15 назад это началась тенденция. Дальше за этим все пошли, все игроки пошли в ВУЗы. То есть, нехваткой все осознали, что нужно ловить там. Дошли до третьих, вторых даже курсов, сначала до выпускников, ну, то есть, до выпускных курсов, дальше глубже и дошли уже до первого курса, сейчас уже смотрят уже в школы. То есть, а вот что будет в будущем? Это вопрос, вот мнение даже ко всему взял. — Юрий Витальевич, у меня к тебе вопрос конкретный. Да, у тебя, как ни у кого, на конференциях часто бывают люди, которые ответственны за профильное образование. Мы всех их прекрасно знаем, можем перечислить, но не обязательно. У меня вот есть конкретный вопрос. Стоит ли поднимать вопросы качества обучения профильных специалистов вузов, чтобы не появлялось это вот странное слово дополнительное образование, да, или мы будем учить каким-то другим направлениям, которым дополнительное образование не будет иметь никакого отношения, а это будет второе базовое образование. Вот мне больше нравится, что есть базовое образование, а есть второе базовое образование. Это получается, что дополнительное образование к некому полуфабрикату. Вот нас устраивает этот полуфабрикат? Похоже, что никого не устраивает. Что мы с этим будем делать? Хотим ли мы эти вопросы поднимать? Или у нас выходят недоучки, и мы со всем этим, так сказать, миримся? Как это будет? Расскажи, пожалуйста. — Вечная тема. С чего ты начал? Как раз, ну, про вузовское, дополнительно профессиональное и обучим сами. А кто-то скажет, обучусь сам. То есть уже такая форма тоже имеет место быть. Вообще, с одной стороны, система долго не изменится. Вообще, системные вещи, они меняются очень долго. Но мы живем в век таких резких изменений, что вы видите, что даже система Болонская, она уже, вот, все. Наши руководители нашей страны уже говорят об изменениях, да? И все задаются вопросом сейчас в образовательной сфере, в том числе вузовской. В какую сторону? Как это будет выглядеть? Выглядеть? Ответ, не знаем, но будем искать. Возможно, это синтез будет чего-то. Дальше. Пока не отвечаю вопрос, такая подводка. Пример. Заканчивает дочь, бакалавриат, по профильной нашей теме. Я говорю, магистратуру, следующий. Она говорит, не. Я говорю, ну почему? То есть, я говорю, все равно же нужно дальше развиваться. Ты знаешь, вот того, что я сейчас получил в вузе, как для уровня бакалавриата, то есть, мне достаточно. По уровням знаний, причем известно в вузе страны, у наших известных товарищей, по уровню знаний, ну, вот, недостаточно. И здесь большой плюс, что начиная со второго курса, человек просто уже работал. И говорит, мне сейчас важнее получать скиллы, уже связанные непосредственно вот с самими процессами работы. За это время человек строит карьерный путь в одной организации, то есть, год-полтора в среднем происходит, да, изменения. Я говорю, почему? Да потому что я сейчас набираюсь от этих навыков. Это вот к теме того, что переходит ли от навык другому, люди, ну, наши специалисты. Про вузовскую систему нашу. Вузы у нас получили государственную поддержку после пандемии, а дополнительное образование этой поддержки не получило. Да и до этого получали поддержку, это, ну, в принципе, нормально. Давайте поймем, эта поддержка-то куда ушла. Она нам помогла, вот, для того, чтобы писать классные продукты, да? Нам с Андреем особо это не помогло, но вузам это реально помогло в том плане, что, например, была целевая программа федеральная на оснащение лабораторий, в том числе, средства защиты информации, в вузах. И сделали это, сделали это по субъектам. Благо, ну, закупки прошли у наших вендоров, не у всех, наверное, у вендоров это происходило, но снастили вузы хорошими лабораториями. Да? Вопрос обновления лицензии и так далее, это второй вопрос. Вендоры готовы их обновлять и бесплатно. Готовы? Да, готовы. Но что происходит? Мы оснастили, да, а вопрос в том, что используют ли это оборудование, ну, кто в заказчиках работает, наверное, слышали истории, когда оборудование поставили, первое настроили, дальше эксплуатация, вопрос, что там, под замок закрыли, что-то еще, отсюда дырки-то у нас, в системах там тоже бывает. И также аналогичная ситуация происходит, что тяжело по каким-то своим причинам в вузах, да, вот эту тему разогнать, чтобы у некоторых лабораторий используется очень хорошо, более того, что они даже зарабатывают дополнительные средства, не будут называть вузы, кто сумел сориентироваться, а у кого-то оно простаивает. Причем, если кто захочет, пожалуйста, вы это оборудование можете запрашивать у наших разработчиков-вендоров и на очень супер-льготных условиях, это просто счастье какое-то, когда вы представляете. Теперь про киберполигоны. Вчера прозвучала идея, она уже не разлучит. Национальный киберполигон, не путаем. Можно, да, ну национальный, тут еще и киберполигоны по субъектам. Вчера Максу Тыгриевичу Шадаеву задают вопрос, ваши коллеги, кстати, по рынку ДЛП, задают вопрос о необходимости создания как минимум семей киберполигонов, субъекта на базе вузов. То есть надо это делать. И мы, они с этой инициативой выходили, но вузы ныне там. На что как раз Игорьевич говорит, что коллеги, ну, значит, как-то не дошли, видимо. Хотя работа-то ведется, работа ведется. И это вот, кстати, в части тех самых лабораторий, которые в вузах, но на практике занимаются, ну, теперь вот вам слово, наверное, да, как это, как это видится, как это будет в стране, куда могут студенты обратиться. Не обижай наших девушек, Юрий Литович, давай, аккуратно. Девушки сами кого хотят, хочешь обидеть, если надо будет. Смотрите, коллеги, да, если не против, начну, Оксана, если разрешишь пример, на ангаре приведу, потому что, собственно, работала там тоже и знаю изнутри. Смотрите, мы с вами сейчас разговариваем о сотрудниках, как о каких-то там единицах. Молодое поколение, особенно сейчас молодые ребята, достаточно амбициозные, они все-таки воспринимают себя как личности. И кроме зарплаты, кроме навыков, знаний, которые там получают, они являются экспертами. Каждому из этих сотрудников необходимо понимать свою ценность. Что он значит для компании, что он значит для отрасли и так далее. Вот как бы прекрасный в ангаре есть пример там людей, ребят молодых, которые выросли, понимая свою ценность, понимая свою необходимость работы в компании, и тогда и сам человек будет более настроен к получению там знаний, ну и впитыванию знаний в том числе. Теперь, что касается полигонов. Смотрите, на самом деле работа эта ведется, и в частности там Solar открыл на базе пяти вузов уже свои опорные центры, которые сейчас наполняются контентом, там, собственно, есть лаборатории, на которых можно пройти практически вот эти образования. Здесь, наверное, вопрос, который нужно совместно с другими там коллегами, которые занимаются полигонами, обсуждать и выносить условно на регуляторов. Здесь, смотрите, на самом деле полигоны могут являться прекрасной площадкой для проверки, собственно, там уровня знаний, среза знаний. Там даже на уровне там регуляторов можно этот вопрос поднимать, обсуждать, и нужно на самом деле поднимать и обсуждать. Потому что там, опять же, возвращаясь к тому, чтобы это не была просто бумажка, чтобы это было действительно знание практически отработанное. работа эта ведется, но, опять же, поддержу тезис, что все очень долго и все, что там вещи, которые там системные. Опять же, там с точки зрения внесения изменений в программу, да, например, если это какая-нибудь стековская программа обучения, внести в нее какие-то изменения, согласовать, чтобы даже внести туда блок практической отработки, это очень долго, сложно, ну, и занимает очень много сил и ресурсов. А вот если не секрет, по каким критериям нужно разговаривать. изначально здесь, так как национальный киберполигон, там проект Минцифры, изначально мы брали вузы, которые входят в юридическое Минцифры, да, соответственно, и сейчас мы, в принципе, на самом деле мы работаем по принципу, кто сейчас, есть ряд вузов, которые сейчас понимают, да, что нужно очень активно двигаться, хотят развивать что-то новое, ну, и, собственно, мы общаемся с теми, ну, заключаем партнерские соглашения к теме, кто готов двигаться, развивать и вкладывать совместные усилия там в написание этих образовательных программ. И какая конкретная цель? Смотрите, на самом деле конкретная цель, здесь вот возвращаясь к обучению в вузах, да, мы вот посмеялись, что, типа, мы там спустимся до уровня школьников, а я считаю, что это правильная идея. Вот я, например, когда поступала... Это не смех, это вот как раз to future, посмотрите, что будущем. Я, когда поступала в институт, я вообще, в принципе, ну, есть профессия врача, да, как бы, а там же внутри всю жизнь эндокринологом, да? Да, 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 собственно, вот. Поэтому, как бы, каким врачом я хочу стать? Вот то же самое, там, моя дочь сейчас учится в школе, но вопрос, кем работает твоя мама, моя мама хакер. Все. Ну, я говорю, ты, пожалуйста, так никому не говори, а то у меня скоро придут за мной, это все условно. Но, опять же, там, да, ребятам, которые поступают, выбирают профессию, здесь, мне кажется, что нужно еще на школьном уровне какие-то, не знаю, профтесты, специализацию, чтобы они понимали вообще, куда они идут, потому что приходит человек, я буду разработчиком, садится, а там, как бы, куча строчек кода, и он там засыпает, и ему неинтересно, как бы, и он такой, все, это не мое, я ушел. А может быть, на самом деле, он был бы более полезен, не знаю, в аналитике еще где-то, то есть, как бы, здесь вот этих, нам очень сильно не хватает профориентации молодых ребят и направления их вот в эту сторону. Это мое, там, сугубо личное мнение. Ну, и вообще в профориентации достаточно сложно без взрослых. То есть, благо, что есть вы, есть компании, крупные компании, которые уже с проникновением действительно уже в старшие классы школ пошли. Тезис был, прозвучал где-то, что в детские сады, да, дойдем? Да, на самом деле это да. При как раз демографическом изменении, ну, спаде, который уже произошел, мы сейчас получаем. Юрий Витальевич, Ален что-то хотел сказать по этому поводу. Было бы здорово, если бы мы не только, но это такой сферический конь в вакууме, да, и мы сейчас пофантазируем на тему, но было бы здорово, если бы ребятам не только давали возможность протестироваться, да, и куда ты хочешь, а еще и рассказывали, рассказывали, что мир большой, что профессий очень много в рамках каждого направления, что программисты, это не только там сидеть в кнопках, это целый огромный мир, что любая абсолютно профессия, даже у нас в информационной безопасности есть огромный простор, как там для математики и технических специальностей, так и для огромного количества творческих специальностей, да, если мы там тоже внутри DLP, попробуйте, найдите человека, который тексты умеет писать про DLP, это же просто, это с ума сойти, их полтора на рынке и все их друг друга знают, и три из них здесь на конференции сидят, да, совершенно верно, то есть, ну, то есть, а вот внутри… А Василий Андреевич как раз выскажет. Сейчас мы захантим Василия Андреевича. Есть у нас такая программа на базе Sirius, собственно, я с одним из крупных там представителей регуляторов отрасли делаем программу, где мы собираем школьников, для начала делаем там различные им мастер-классы, вообще там погружения, что происходит, потом там, собственно, даем какие-то лабораторные работы, смотрим, кто из них там более сообразительный, и, собственно, регулятор там устраивает ряд неких мероприятий, обучений со срезом знаний, и уже наш школьников, он уже подзабирает под себя, то есть, ребята, поступая в ВУЗ на первый курс, они уже знают, что они выйдут на стажировку там условно в эту компанию, потому что их там в Sirius отметили, что как бы, ну, голова соображает, и, собственно, и их, кроме там профильного основного образования, да, там, ВУЗовского, плюс еще они там стажируются в компании, и, собственно, вот тебе тот самый специалист, который все знает и понимает. А как эти школьники к вам туда попадают? Смотрите, есть специальные программы, то есть здесь, да, здесь можно отдельно потом обсудить, например, там с точки зрения финансового сектора, здесь там являются, там, они драйвером этого процесса, есть некоторые активности, которые идут от Минцифры, то есть здесь нужно, опять же, там смотреть, понимать там детально, есть коммерческие, там, такие же активности, где заказчики приходят, говорят, вот сделайте нам вот так, то есть вариаций разных много. Можно еще добавлю в части… Я уважаю Сириус. Василий Андреевич, позвольте. Спасибо большое. В части спроса на обучение по информационной безопасности, вот эту цифру, так вспоминаю, что в той же Баумке, помню, была года три назад, была фраза, слушай, говорит, перебор, там, четыре человека на место. Вспомнил прошлую неделю, встречаемся с коллегами из белорусского вуза, с Беларуси, встреча была на прошлой неделе, и говорим, а как у вас? Он говорит, ты знаешь, нет людей. 20 мест бюджетных открыли, нет людей, набрать не можно. Я говорю, как так? Я говорю, у нас наоборот, у вас другая ситуация. И кто-то из наших пошутил, вузовских, говорит, так пусть ваши к нам тогда, может, они все к нам здесь будут. То есть, разница спроса, ну, там немножко чуть другая ситуация, возможно, да, но вот такой парадокс. Вот есть. То есть, у нас там 3-5 на место, на бюджетное место. Я не говорю про целевиков от ВСТЭКа или ФСБ, а вот там такая ситуация. Оксана. Ну, касательно Беларуси, я хочу сказать, что три года назад там было 10 человек на место. Но, изменилось. Да, там кое-что изменилось. Вот. А что касается школьников, отлично, это родители. Родители, активные родители, это как раз поставщики школьников, которых мы обучаем. Да, то есть, если от родителей запрос, расскажите классу, где учится мой ребенок, о том, какие есть профессии, что они из себя представляют, что такое работать в офисе, на той или иной профессии, это отличный просто, это клондек на самом деле. Про школьников, анонс, тогда можно, у кого знакомых, ваших, либо ваши дети в старших классах, просто анонсируем, мы внутри у себя запускаем в академию проект пчела фирма. Как раз, да, вот такое название, то есть, это рабочее название, над проектом, несколько месяцев идем работать, это как раз ориентация будет на школьников, и прокачивать их по краске лам, касающимся информационной безопасности, в том числе, чуть-чуть профориентирования. Для чего? Для того, чтобы в помощь уже быть как раз таки нашим будущим разработчикам. Сейчас приглашаем, как раз начинаем взаимодействие с вендорами и компаниями, с субъектами федерации, с тем, чтобы выходить на то, ну, через элементы практики, как бы они сами для себя через вот нашу вот эту, скажем так, воронку проходили и ловили себе людей. И последний момент, вот в этой связи мы уже затронули, как у нас самое начальное образование, может, с чего оно может начинаться. Вспомнил я такую историю, в которой развлекаются многие интеграторы, ну, я знаю, там ряд из них занимались этим достаточно активно. Для привлечения различного рода специалистов это просто специалисты ПЭБ, это разработчики, это пентестеры и прочее, прочее. Вот кто как из вас относится к хакатонам? Есть у кого-то мнение по этому вопросу или это неинтересная история для нашего обсуждения? Ангара три года подряд проводят хакатон на базе РГГУ. И, ну, действительно, то есть... То есть это как бы уже состоявшиеся люди, которые видят себя в профессии и они хотят как-то очень активно заявить о себе, да? Это не те, которых мы готовим вот чуть-чуть старше памперсов, а это уже что-то такое более сформировавшееся, да? Вот что тут? Вы знаете, на самом деле туда приходит не обязательно, что сформировавшееся, То есть интерес. Интерес попробовать себя, интерес проявить, интерес выполнить какие-то задания, достичь какой-то цели, получить даже тот же приз. Ну, то есть сначала неосознанно. Для чего это надо нам, с другой стороны? Мы же понимаем, когда мы на рынке B2B, да, там крупного интерпрайза, нас мало кто знает. Да? Компании тоже должны говорить, что мы есть, и это больше нужно нам, компаниям, да? То есть там, и, если честно, это больше маркетинговые, такое, имиджевые мероприятия, нежели выявительные, потому что, к сожалению, после хакатонов это не источник привлечения кадров, потому что там один процент максимум. Те, кто действительно осознали и хотят остаться. Андрей? Ну, я немножко с другой стороны скажу, потому что я общался с коллегами из вузов, вот они говорят, что хакатон это один из способов удержать студентов в профессии, чтобы они не уходили, не доучившись. Потому что учить там, условно говоря, основы криптографии, нормативку в стек, в ФСБ и утечке по техническим каналам им скучно. А когда из них делают белых хакеров, это им по фану, и они на это соглашаются. И благодаря тому, что там в вузе есть как бы там своя команда CTF, которая ездит, участвует в каких-то соревнованиях, они удерживают в профессии огромное количество тех, кто мог бы просто развернуться и уйти, не доучившись. То есть основная идея изначальной ПХД, она очень важна, да? По сути, да. Еще другой есть, другая сторона медали, это по опыту проведения, когда взлет был по CTF играм, и сейчас как-то все оно уже систематизировалось. Да, Юрий Витальевич, у тебя же CTF-ов-то много проводилось, что-то это забыло. на Роскрипто, когда ПХД начинали проводили, а дальше мы не стали проводить, потому что это емкое мероприятие и благодарность тем, кто их организует. То есть там реально ресурсы емкое мероприятие. И по итогам CTF, когда наши ребята стали выезжать, их приглашали на международный CTF, только съездили в Корею, тут же еще до вылета из аэропорта офферы получили. Ну вот, и вот вопрос утечка, это еще тогда было, сейчас по-другому уже, как-то, это обратная сторона для работодателей нашего, вообще для страны. Коллеги, это просто я CTF поддерживаю очень здорово, у меня студенты играют, больше, что у нас есть собственный CTF, но я немножко о другом. CTF, да, это такая, я считаю, одна из форм, в том числе вузовское образование, которое помогает удержать людей в профессии. Но я вот хотел пару слов, там буквально сказать, совершенно замечательная вещь Сириус, но Сириус изначально это место формирования интеллектуальной элиты. Мы говорим о том, что нам нужна вот в обычной повседневной жизни элита, она всегда найдет себе место в жизни и больше того, она там уже заранее там дорога у нее прописана. Мы говорим о том, что нам нужны люди, которые занимают вот как бы повседневные в нашей жизни, те специалисты, которые реально работают в реальном секторе. Это совершенно другой подход, другие требования к людям и другие результаты этого образования. Мне очень нравится идея с полигоном, но проблема в том, что полигон, скажем, для коммерческого банка и для вуза, это разные полигоны, это слово одинаковое, а задачи разные, да, и организация процесса разная. Ну, для примера, если банк отрабатывает там взаимодействие подразделений между собой при, я не знаю, комплексных атаках, это одна история, да, а когда ты студентам должен показать, что, ребята, вот смотрите, что такое вирусное заражение, вот смотрите, вот такие этапы, вот такие участники, вот так оно распространяется, вот такие результаты, то есть я должен разложить процесс там атаки или еще какие-то вещи на составляющую и каждую из них показать живьем. Да, меня не интересует взаимодействие подразделений, да, при выполнении комплексной атаки. И полигон в этом смысле задачи не решает, а полигон эту задачу решает, да, он решает эту задачу, но если он правильно организован, вот, но к таким полигонам доступ есть не у всех вузов, к сожалению, вот если не попал, вот, мы же как раз обсуждали, да, как вузы выбираются. Вот, и поэтому большая проблема вот в практическом наполнении вот тех знаний, которые мы пытаемся давать студентам. Та же самая вирусная атака. Что такое вообще ДЛП, да, с точки зрения обучения? Это, это что, вот, чему мы должны научить студенту, когда мы рассказываем по защиту от утечек? Ну, вот, по вашему мнению, это как? Я могу ответить свое мнение, да? Нет, я понимаю, но дело в том, что есть общее понимание того, что мы собираемся защищать, от чего, да, что каналы утечки есть определенные, да, но сначала понять информацию, ее категорирование, места хранения, соответственно, после этого ты начинаешь понимать, уже, если она где-то хранится, да, то это может быть потенциальным каналом утечки, и уже исходить оттуда, а не исходить от того, что есть программный продукт, да, программно-аппаратный комплекс, который решает вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. А откуда я знаю, что он закрывает все, что мне надо? Я знаю, что он делает вот это, но, во-первых, я не уверен, что он закрывает все, что мне надо, а во-вторых, я не уверен, что те каналы, которые он закрывает, у меня есть, они для меня актуальны. Учителя могут быть разные, а цель у нас одна. Правильно, поэтому образование с точки зрения защиты от ЛП на самом деле тоже требует специального подхода. И опять же все начинается с вопроса «Зачем?». Что мы защищаем? От чего мы защищаем? Зачем нам вообще это нужно? А потом уже обучать каким-то техническим вещам. Если ВУЗ должен дать принципы, научить правильно смотреть и правильно подходить к вопросам, то уже дополнительное образование должно уже с этим пониманием как рассказать ему что. Но мы уже тут зафиксировали, что у нас обучение по ДЛП крайне скудная история. Не совсем. По гамбургскому счету, как оно должно быть, это понятно. Но если в принципе даже примерно так, как вы говорите, Василий Андреевич, это очень сложно сказать. Насколько гласто называется? Экспертиза. Экспертиза по защите от внутренних угроз. Мы на полтора часа бы не растянули. А вот вопрос, если мы про внутренние угрозы. У кого внедрен ДЛП на предприятиях? А кто внедряет? Смотрите. Три руки. У остальных его нет. Либо не знают. Либо не знают, поэтому просвещаем. Хорошо, да, это хорошо внедрили. Я пример приведу. Мы экспертиза по защите от внутренних угроз. Вы знаете, мы сами обучаем информационной безопасности уже много лет, да. Но и сами же столкнулись с тем, что у нас сотрудник перед увольнением аккуратненько из CRM-системы, то есть, скажем так, изменения в системе сложно обнаружить из-за этого, да. Просто путем переписывания в Excel, то есть собрал на какую-то некоторую там базу контактов клиентов и ушел, и там ОООшечку какую-то свою открыл, то есть одноименную. И здесь мы как раз-таки обратили внимание, то есть обнаружили там на десятый день, что нескольких клиентов мы не обнаружили в системе, то есть еще затерли. Начали смотреть, то есть, и мы тут задумались. Слушайте, ну по DLP, конечно, спроса нет, мы не обучаем, но так пересмотрели и внедрили то, чего не хватало по документам. То есть обновили с учетом всех статей, там, УК и так далее, да, и прецеденты, которые происходили, еще внимательно слушали доклады прошлого DLP-форума, также, и сейчас мы организацию с количеством сотрудников менее 100 человек мы внедряем в DLP-систему. Это вот к тому, кому она нужна, да, то есть если, наверное, это как, скажем так, хорошая новость для наших вендоров, что реально мы осознали, сами понимаем то, пришли к тому, что даже организация, там, с численностью, там, меньше 100 человек, коллеги, вам это нужно. Почему? А есть такое вот правило, которое запомнили мы на всю жизнь, что, ну, доверие же, уровень доверия очень высокий, то есть какие-то внутренние угрозы, мы все же команда там, да, то есть, но в течение времени, вот Эльчарщики тут может хорошо так подскажут, откомментировать, в течение времени мы забыли одно основное правило, то есть просто чуть расслабились, да, мы идем вперед. Вот, правило очень простое, вообще примитивное ко всему в жизни. Пока ты, когда ты перестаешь что-то контролировать, это мы говорим про работу, да, но и в жизни тоже, когда ты перестаешь контролировать, люди начинают считать это своим. И вот это уже возникает какая-то другая там мотивация к тому, чтобы, и мы здесь в полном серьезе говорим, слушайте, вот все процессы нужно ставить под контроль. Кроме того, что система управления у нас прозрачная, она, скажем так, выстроена на нашем отечественном продукте, и сейчас понимаем, что внедрение DLP, мы оценили, стоимость внедрения DLP, оценили, запросили, запросили как коммерческие участники, естественно. Обучали, обучали, а теперь поняли, чему обучали. А мы даже, знаешь, на самом деле нормально-то не обучали, потому что спроса не было. А сейчас понимаем и обращаемся к вендорам, коллеги, слушайте, смотрите, мы у себя сейчас внедряем, давайте с вами договариваться, вот когда мы своих внедрим, будем эксплуатировать и будем это постоянно внедрять, ну, вернее, эксплуатировать дальше, улучшать, то вот этот бизнес-процесс, он пойдет точно в образовательные программы наши. А это вам что? Это вам лиды, вам продажи и так далее. Мы говорим, окей, по рукам. Называть не буду, то есть никого рекламировать не буду, но реально мы к этому пришли. Организация меньше численности, меньше, чем статус человек. И вы, уяснив одного, такой золотой правил. И теперь я понимаю важность того, что когда пригласили поучаствовать в круглом столе, я говорю, слушайте, прям, все, теперь я готов. 25 лет образованием занимаюсь, мы столкнулись с этим, и мы не боимся об этом сказать, но мы сейчас теперь понимаем, знаем, что и как делать. Ну, что, на это… Это вот про внутренние угрозы, про экспертизу. На этой оптимистической ноте, наверное, будем потихонечку закругляться. Прошу вот каждого из участников немножко высказаться о двух словах, да, если возможно. Оксана. Основная тема у нас экспертиза по защите от внутренних угроз и хотелось бы сказать, что нам надо обучать не только внутри, но и общество, да, то есть то, о чем мы не сказали, потому что общество думает, что мы все-таки следим за друг другом и делаем продукты прослежку. А реально мы защищаем общество, да, то есть элементарно от каких-то технических ошибок, от каких-то умышленных, да, то есть сливов, да, когда страдаем мы в виде, там, получается, звонков и так далее, да, то есть это тоже отсутствие защиты и непонимание, до, естественно, обучения внутренних специалистов. И под доп. обучением все-таки мы понимаем, да, что было. Вузовское образование дает нам фундаментальное образование, на которое дополнительно уже прикладное, и которое может дать только компания, в которой работает сотрудник. Вот это прикладное, прикладные знания. Но если нет фундамента, то... Нечего его дополнять. Нечего дополнять. И поэтому под фундаментальным все-таки мы хотели бы понимать это именно прикладное и не открещиваться от него, и не говорить, что нам нужны готовые, нам некогда обучать, некому обучать, а готовить и воспитывать культуру в любой, в каждой компании именно культуру передавать знания, делиться, не держать себя. Это только поможет самому человеку, который делится, да, то есть мы знаем, что максимально мы усвоим информацию, если делимся ее. И плюс помочь компании расширить экспертизу, то есть в том числе и снять с себя нагрузку дополнительную, которую несешь из-за отсутствия экспертизы. Да, спасибо, Анастасия. Да, коллеги, наверное, здесь абсолютно согласно с Оксаной, и, безусловно, плюсом, наверное, хотелось бы от, скажем так, и бэшного мира на какую-то, не знаю, коллаборацию, потому что этот вопрос так или иначе стоит у всех, все смотрят друг на друга, кто что-нибудь сделает. Здесь, наверное, нужно, не знаю, сделать какое-то совместное сообщество, которое будет анализировать, что нужно в современном мире, какие специальности прямо сейчас нужны, да, какие мы растим на будущее, ну и плюс внедрять побольше практики, чтобы она была более системной, да, не точечно, вот Ангара взяла людей и учит, а чтобы это была какая-то система отлаженная, поставленная на рельсы. Андрей. Коллеги, мне кажется, мы не подняли один разрез такой, на мой взгляд, достаточно важный, это возраст тех, кого мы учим, потому что мы много достаточно говорили про то, что надо учить молодежь, но у нас в ВВБ работает не только молодежь. Даже если просто посмотреть на состав участников конференции, у нас там есть все поколения, ну, кроме пресловутого «З», которая пока еще слишком юна. Ну, проколение «З» — это вообще отдельная головная боль всех нас, они вот там через 2-3 года начнут приходить к нам на работу, и вы поймете, да, что это за люди, потому что вот несколько лет назад Сбербанк заказывал такое очень масштабное социологическое исследование «Поколение «З» — кто они?» Так вот, я читал его результаты, эти люди вообще не собираются работать, им работа нужна для фана и для общения, как бы вот мнение работодателя, что нужно что-то для него там делать, оно как-то вообще… Ну, вот возвращаясь к возрасту, как бы нужно понимать, что вот кого посылать учиться, то есть вот там Анастасия, по-моему, сказала, а нет, Оксана, что типа 2 года проработает в компании и уже себя окупит. Вот многие из молодых, как бы сейчас даже 2 года не собираются в одной компании работать, как бы отправляя человека учиться. И вообще 2 года до пенсии не собираются работать, да? Ну, еще в каком-то советском фильме говорилось, что пенсию нужно давать молодому, да, а после 30, когда ты уже старый, можно уже и поработать. Старики-разбойники фильм, да. Эльдар Рызанов. Я подержу тезис «Необходимо воспитывать культуру корпоративную». Да, но культура вообще в каждом человеке, мы сами проходим путь от ребенка до взрослого и потом наставника уже для тех. То есть это такой жизненный цикл незаменимый. Про традиции, что это необходимо прививать. И наши годы сейчас, начиная с ковида, то есть это даже не эпоха, а просто годы таких сильных изменений, трансформации всего, что будет влиять и на нашу жизнь, наших организаций, и middle junior, то есть профессионал на всех. И обращать внимание, конечно же, мы акцент сделали больше на топы линии, которые сейчас заступают. Уже даже чуть-чуть заглянули в школьников. И это догонит нас буквально через несколько лет. И почему еще про традиции? Проводим ежегодный форум уже больше 20 лет по информационной безопасности. Вот сегодня меня в кулуарах кто-то спросил, а вот ты скажи, как вообще там люди менялись? За столом где-то мы общали. Общение было за чаем. И я говорю, знаете, вот коллега наш из министерства, он когда-то вырастал, еще будучи там 10 лет назад, на этой конференции мы видели. И где он сейчас? То есть вот этот поток, школа идет. И на таких мероприятиях, как DLP, форум, другие мероприятия, но и прививается вот та самая культура и те самые традиции. Коллеги, если кто-то был лет 15 назад на конференции по информационной безопасности, их было еще немного совсем, то, наверное, помнят даже такие традиции, как в некоторых даже, ну, мы делали там поднятие флага, это звучит, кажется, там гимн, да? То есть это звучит вроде как, вот уже не от этой эпохи, это все. Но если обратите внимание, что происходит и какая политика в стране, надо туда возвращать. Мы не хотим возвращаться, наши дети тем более даже не знают, что это такое. Но, тем не менее, пусть не такие, пусть какие-то другие традиции прививать, но это необходимо. Киберграмотность. Как были уроки НВП, многие, наверное, помнят, да? Потом уже, это тоже профориентация своего рода такая происходила сразу в школе, то, наверное, и уже прям в скором уже будущем появится, возможно, они уже, кстати, в некоторых школах есть, уроки базовые, информационная безопасность или защита себя. Вот, кстати, вот статью на Дзене буквально сегодня только публиковали, как раз-таки про элементы профориентации безопасности школьников своих детей. То есть я вот за... Петр Витальевич, да, Аленя, защитить поколение Z? Ой, кстати, именно об этом я немножко и хотела. Очень классные тезисы коллеги высказали про некое комьюнити на эту тему, потому что действительно какой-то совместной работы в этом смысле надо этот вопрос развивать, вот, общаться, дружить. Вот. По поводу поколения Z, на самом деле, хотелось добавить, что они сейчас, вот те, кто у нас 2000 год рождения, да, кто сейчас заканчивает вузы, вот они во всей этой сегодняшней ситуации, они самые незащищенные, самые потерянные, потому что огромное количество направлений стажировок закрылось совсем. Огромные бюджеты, которые выделялись большими там и финтех направлениями и так далее, сейчас либо сократились значительно, либо, ну, то есть ребята оказались в ситуации, когда их-то дофига, извините, да, за французский, а брать-то их, в общем-то, очень мало кому осталось. Вот. И про них никто не знает. И вот это дело, которое делают сейчас вот вендора, да, там чуть-чуть мы похвалим сами себя и так далее, оно сейчас на самом деле требует еще большего внимания, потому что, во-первых, мы можем выбирать гораздо лучших ребят, потому что нам есть из кого выбрать. У нас, мы это видим по откликам, там, на стажерские позиции, их по 150 за сутки. Ну, то есть их было много, а стало просто, ну, там, полторы тысячи за неделю набегают, да, на некоторые позиции. И, конечно, вот в этом направлении нам предстоит сейчас большая работа этих ребят поддерживать, потому что кадров нет, кадров нет, а вот этих маленьких кадров, которые сейчас не уделы, которые оказались под самым большим ударом, их сейчас, конечно, количество огромное, в том числе поколение Z, вот, которые, конечно... Ты так на меня смотришь? Не, я мимо, да. Вот, которым, конечно, сейчас нужна наша поддержка. Ну, мне кажется, что мы сегодня действительно очень удачно поговорили с разных сторон о том, как, кого и зачем обучать. Ну, и в конце, Василий Андреевич, вам поставить точку. Ну, точку мне, как раз, стоить не хочется. Мы поставим просто многоточие. Вот. А сказать мне хочется, вот, продолжить мысль о том, что надо воспитывать, я бы сказал, внутреннюю культуру. Внутреннюю культуру надо начинать воспитывать. Ну, у нас там, сказали, человек вышел из памперсов. Вот, наверное, вот как-то с того возраста. В школах уже сейчас появились учители информатики, и у них появилась нагрузка, там, обучать основам информационной безопасности, ну, я бы сказал, информационной гигиены. И вот это вот надо направление развивать, для того, чтобы люди были просто, в какой-то смысле, не наивными пользователями телефонов, а разумными, что они разумно пользовались теми средствами, теми возможностями, которые у них есть. И все, естественно, это образование должно продолжаться и в школе, и в ВУЗе, и после вузовском образовании. И если у человека будет точное понимание, чего он хочет, да, вот с точки зрения той же самой защиты, что он хочет защищать, от чего он хочет защищать, а нужно ли ему это. Я думаю, что у нас многие проблемы, там, которые мы сегодня обсуждали, зачем, кому, как обучать, они уйдут сами. Но система образования, да, должна быть непрерывная, должна быть комплексной, должна быть системная. И она требует постоянного внимания и заботы. Если мы будем в нашем комьюнити это обсуждать, то у нас всегда будет понимание жизни, да, мы будем держать руку на пульсе, что именно надо еще доделать. И если в чем-то высшая школа будет не успевать за требования времени всегда, руку протянет и дополнительное образование, и вендорское образование, и интеграторское образование. И если мы все вместе будем, что называется, дружить, то тогда у нас и будет правильный результат. Огромное спасибо всем, кто принял участие в дискуссии. Мне кажется, получилось интересно. Спасибо большое. Аплодисменты! Аплодисменты! Субтитры создавал DimaTorzok